Приветствую друзья. Непонятно зачем, но компания Knowlish Zenith продолжает выпускать Pro-версии своих самых популярных наушников. На очереди сейчас KZ AS10 Pro. Настроили которые ну совсем на иной лад. Они по-другому выглядят, да и батарея из излучателей сохранилась меньше, чем наполовину. Теперь это басовик 22955, среднечастотный драйвер 29689 и три пищалки, парный 31736 и всеми любимый 300 ровно 19. Естественно внутри стоит кроссовер, есть вакуумный наполнитель и ожидаемо у них просто топового уровня дизайн. О них и поговорим. Поехали. Коробка здесь совсем обычная. Когда-то к новым версиям прилагался памятный металлический вкладыш, теперь же все предельно упростили. В комплекте шла макулатура, пара пенок и набор тех самых черных силиконовых амбушюр с насечками. Кабель, как обычно, мусор. С сопротивлением на каждой из жил почти по целому ому. Пользоваться таким лично я не рекомендую. Чашечки сделаны из пластика, частично залитого белой смолой. Но на возможность изучить их начинку этот факт никак не повлиял. Корпуса по размерам примерно как у 7 Гц 5, только чуток потолще. Звуковод, как и всегда металлический и следуя традиции, внешняя часть оформлена на уровне лучших решений от всем известного бренда. Смотрится это просто фантастически, да и сидят о нем уверенно. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас ну очень вальяжный. По скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике достигающие аж 3,32%, что в целых три раза превосходит норму. Зато фаза прямо идеальная. Водопады на 30 и 60 дБ вы можете изучить на соответствующих графиках. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 11,5 дБ с практически утонувшей серединой, еще более выраженной областью разборчивости, акцентом на псевдодетализации и отведенными на второй план высокими частотами. После 7 Гц 5 такой график уже не особо пугает. Тем более, что и баса у нас заметно меньше и нет тех возмутительных пиков на высоких частотах. То есть Knowledge Zenith настроили свою новинку чуть лучше, чем нашумевшие 7 Гц 5. На слух они воздушные, детальные, с просто превосходными скоростными характеристиками, четкостью и динамикой. Но у них, как и в случае 5, серьезно так провалена середина и сильно выделяются верха. В плане низких частот все более-менее нормально. Особой глубины у них, конечно, нет, поскольку тут трудится арматурный драйвер. Зато все очень хлестко и текстурно. Серединка звучит по большей части своей верхней половиной, но она особо не ярчит без пересвета, в колкости или выделения стебиллиантов. Five в этом плане сильнее сдвигают баланс и больше уходят в агрессию и грязь. А вот высокие частоты у КЗ чуть ли не на голову превосходят 7 Гц. Они чистые, открытые и без сколь либо ощутимой зажатости, звона или мути. Да, непосредственно миска и аналоговой насыщенности в AS10 Pro поменьше, зато они более четкие, практически прозрачные, драйвовые и просто невероятно техничные. Из стилистики, я бы ориентировал их для рока, различной электронной и популярной музыки. Со всем вокальным они, конечно, тоже справятся, причем даже лучше, чем 7 Гц. Однако нижняя часть джазового вокала все равно немного уходит в тень, а верх наоборот слишком выпячивается. То есть на фоне той же пятидрайверной модели от 7 Гц КЗ звучат комфортнее, капельку контрастнее и гораздо точнее. Киверсканта мне показались чуть теплее, со сравнимым уровнем прорисовке, но почти без пространства сцены в глубину. Это привет от бюджетных планарных излучателей. Зато баса в них физически больше, он глубже, лучше ощущается вес на средних частотах и еще спокойнее верха. Как итог, киверс можно слушать сразу из коробки, а к AS10 Pro и к 5 придется привыкать. Со временем слух адаптируется и все более-менее станет на свои места. По характеру они скорее мониторные, даже ближе к нейтральности, но прямо сухими или отстраненными я бы их тоже не назвал. Эмоции они дают с избытком, да и кое-какая мелодика в них тоже присутствует. Кроссовер настроили неплохо. Переходов между драйверами не ощущается, причем ни в разрешении, ни в подаче материала. Все с поправкой на настройку более-менее гармонично и ожидаемо. По кабелям желательно утяжелить звук чистой медью. Насадки тоже лучше использовать с мягким силиконом по типу KB07. Ну и источник им подойдет из жирненьких, басовитых и выразительно взрослых. Ну и еще раз повторю. Даже после всех описанных мною ухищрений к такой настройке все равно придется привыкать. За десять минут прослушивания, поверьте, оценить их совершенно невозможно. Причем даже мне. Итогом наушники AS10 Pro от компании Knowledge Zenith очень круто выглядят. Отлично сидят. С неплохой повторяемостью каналов и чуть ли не идеальной фазовой кривой. При этом комплект у них просто мусорного качества. Искажения в целых три раза превышают норму. И АЧХ, скажем так, на любителя. Звучат же они чисто, динамично, максимально подробно и просто невероятно текстурно. Легкое смягчение в них конечно ощущается, но где-то на уровне оттенков. В остальном же они скорее яркие, с элементами мониторности, очень техничные и воздушные по своему восприятию. Зато без излишней агрессии, пересвета или заглушенности на высоких частотах. Если вам не хватило скорости и атак в динамических 7 Гц 5, полностью арматурные AS10 Pro вам обязательно понравятся. Да, не под все стили нужна некоторая адаптация слуха под их настройку, однако на фоне 7 Гц 5 звучат они очень неплохо. При этом опять же не забываем, что это бюджетные наушники. А у меня на этом все. Это была модель KZ AS10 Pro. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подпишитесь на них. Всем, друзья, добра! Субтитры сделал DimaTorzok